Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 февраля. И вот только что я вам показывала свои ранние посевы, которые уже вот-вот скоро мне можно будет распекировать. И сейчас я хочу снова поговорить о датах посева, потому что чем ближе приближаются вот эти массовые посевы, тем больше вот этот ажиотаж какой-то нездоровый вокруг этих дат посева возникает. Мне даже в Одноклассники пишут, многие, и пишут каким образом. Когда сеять томаты, три вопросительных знака, не указывая региона, не указывая сорта, не указывая условия, где вы будете выращивать. Естественно, я на такие вопросы не отвечаю, потому что это невозможно. Это мне надо сначала у них узнать все данные, всю информацию о них, потом уже дать ответ. Поэтому сейчас я буду говорить не о том, от чего зависит, это мы уже все говорили, что зависит дата от вашего региона. От условий выращивания, для чего вы будете садить. В теплице вы будете выращивать или в открытом грунте, потом от сорта. Скороспелый это или позднеспелый. Про скороспелки вообще еще даже разговора нет. От условий выращивания. Есть ли у вас условия на окне или где-то на стеллаже посеять рано. Я сейчас хочу поговорить о том нюансе, который не вспоминает почти никто. Всем нужно сказать даты определенные. Вот сейте так, дата, сейте так, дата. Но ведь еще есть вот такие небольшие факторы, которые сильно влияют на даты наших посевов. И я-то вот всегда, кто меня смотрит давно, знает, что я хочу именно не даты указать и не сорта перечислить, а научить вас самостоятельно в этом разбираться. Это вот как в какой-то старой притче, что мужик все ходил к рыбаку, дай мне рыбу поесть, дай мне рыбу поесть. Он первый раз дал, второй раз дал, третий раз говорит, давай-ка я тебе дам удочку и научу тебя самому рыбачить и добывать. Вот то же самое. Я хочу вам рассказать вот о всех этих принципах, как мы высчитываем вот эти даты посевов, от чего они зависят. Еще раз повторюсь, сейчас мы не будем ни регион не трогать, ничего. У всех одинаковые как будто условия. От чего еще зависит? Конечно, все зависит от наших предпочтений. Вот когда я начала посевы и график посева прочитала всем, мне многие начали спрашивать, а почему вы баклажаны не называете вот в этих первых числах? Вы разве не будете их сеять? Я баклажаны сеять буду, но они у меня просто не стоят на первом месте, потому что мы их не очень любим. Я их редко готовлю. И еще один главный фактор, что в первую очередь для получения раннего урожая я выращиваю те овощи, которые можно употреблять в начале лета в свежем виде. Именно витаминная продукция. Вот когда у нас начинаются огурцы первые, огуречный салат не так вкусен. И вот именно для этого я выращиваю ранние, ранние, супер ранние томаты, чтобы был салат с огурцов, с томатов. А так как баклажан мы в свежем виде не употребляем, его можно только или жарить, или там заготовки, то я не стараюсь его посадить для раннего урожая, для супер раннего урожая. Я его не стараюсь высевать сейчас в январе, даже в начале февраля не стараюсь. Это будет все после. И вот из этого, из вышесказанного следует, что даты посева у нас у всех индивидуальные. Кто что любит, тот и высаживает, выращивает в первую очередь. Вот если посмотреть мою тетрадь, то тут явно видны предпочтения, что 25 и 26 января для раннего и супер раннего урожая я высеваю только перцы и только томаты, потому что огурцы у них более короткий срок вегетации, я буду потом сеять в марте, но тоже рано, не как обычно. А баклажаны, так как мне не нужен ранний и супер ранний урожай баклажанов, я не буду занимать место вот под лампами сейчас, не буду в 5-литровых баклушках или там в 2-литровых стараться хлопотать его выращивать. Я его посею в конце февраля, как обычно, вот в конце этого месяца, буду выращивать вместе со всеми. И это будет не какой-то супер ранний урожай, а обыкновенные стандартные пассивы. Вот поэтому у меня баклажанов никогда нет в ранних пассивах, но это не значит, что его не должно быть у вас. Еще раз повторяю, все, что вы любите, вы то и ставьте на первое место. У меня на первом месте томаты. Так как мне нужны томаты и огурцы для салатов, это будет основная у нас пища весной. Вот эти вот и к мясным блюдам, и к гарнирам, ко всему буду добавлять свежие салаты, чтобы вот этот зимний авитаминоз немножко как погасить, потому что за зиму мы очень соскучим по всему, поэтому будут или нет перцы, это мне уже не важно. Если поспеют они к этому времени, значит будем употреблять. Не поспеют, подождем там до июля. Они обычно раньше июля у нас не вызревают, в сибирский регион до августа. Баклажаны мне вообще не очень важны, потому что они в свежие салаты не идут. Из них нужно только блюда какие-то готовить. И вот поэтому вот от этого еще и зависит дата посева вашего, дата посадки, именно чего вы любитель. Некоторые вот, например, не любят огурцы. Ну как не любят? Только в засуку их или там в какие-то. Они считают, что он пустой, водянистый, безвкусный. Конечно, они не будут сеять рассаду заранее. Вот как я выращиваю в ведре, в стакане, потом в ведре, потом пересаживаю в кадушку. Только для того, чтобы в мае уже кушать огурцы. Хотя у нас сеют в грунт в июне только. А другой человек, кому огурцы не нужны, он посеет только в июне и сразу в грунт. Ему главное, чтобы к осени к засулке были огурцы. Ну, к периоду массовых заготовок. Вот это все, вы должны все это обдумать, если вы, например, только первый или второй или третий год. Я понимаю, что слушать, читать надо, информацию искать. Но вы каждую информацию должны подстроить под себя, как вам удобно. Если там пишут, что, вот, например, я часто читаю, что баклажаны нужно сеять рано, так же, как чтобы перцы. Ну, это чтобы получить ранний урожай. Мне, если не важен, урожай будет рано или поздно, я их отодвигаю на последнюю очередь. А томаты, которые, казалось бы, у них меньше вегетационный период, их можно было посеять попозже. Я, наоборот, ставлю в первую очередь, потому что они мне очень важны. Я их очень люблю, буду ждать их в первую очередь. Даже без перцев я могу обойтись. Но вот первые томаты в июне, чтобы как раз с первыми огурцами, томаты, лук зеленый. Редиска, так вкусно. Все. Я надеюсь, вам объяснила, что нюансов у даты посевов может быть много. Вот от чего именно зависит. Вот сейчас я, я уже график вам показывала, пробегусь еще раз. Вот сейчас до полнолуния 16-го, 17-го я буду уже сеять перцы, которые для теплицы, которые не супер ранний урожай, которые обычные урожай тепличные. Буду сеять и ранние туда же, и все остальные. И что не успею, посею после полнолуния, там 22-го, 23-го, по-моему. Я только в полнолунии не сею. И в эти же числа, в конце февраля, я буду стараться уже посеять все томаты, которые будут выращиваться в теплице. Потому что после уже будет поздно. Мы же их должны высадить раньше, и весь смысл, если сеять их в марте, весь смысл уже выращивания, их теряется. Потому что они, ведь это тоже ранние урожаи у нас, хоть и не супер ранние, но ранние. Так что разбирайтесь в своих датах посева. И я 100% уверенно могу сказать, что даты посева будут у всех разные. И можете делать так, как вы хотите. Что любите, на то обращайте внимание, то сейте в первую очередь. Можно его холить или леять. Все, до свидания.